Писька сатаны Денис, хватит мохнатку пугать Ребята, всем огромное здравствуйте Шалом алейкум С вами, как всегда, засыпающий дядя Денис И весьма бодрый Алексей И Алексеюшка Сказал Заюшка Ладно, все Ребят, сегодня у нас вкусовщина Денис, что такое вкусовщина? Вкусовщина это рубрика, в которой мы пьем не только пиво, но и другие спиртные напитки И чего сегодня будет касаться данный видеоролик? Виски Виски, виски, виски На самом деле, ребят, давайте я немножко введу в экскурс Дело в том, что последнее время стала модна тенденция То есть пиво, наверное, все-таки какие-то лавры свои забирает И ребята, которые занимаются вискарным делом Не знаю, может быть я неправильно произношу все это дело Но начинают подхватывать тему пива и делать всевозможные эксперименты С бочками, в которых наставилось конкретное какое-то пиво Итак, если речь идет о сегодняшнем выборе Во-первых, Вадя, родной, если смотришь, спасибо тебе большое, потому что он нам помог все это дело найти Ну не все, но большую часть Что у нас, не надо, это очень слышно Что у нас сегодня есть? Денис, как ты относишься к тому? Давай для начала Вискарь, для тебя что? Потраченные в пустую деньги Ну окей, хорошо, давай более будем объективны Тебе не нравятся виски? Нет, мне не нравятся виски А мне нравятся виски, я очень люблю виски Ты как сочинение пишешь в четвертом классе Если говорить серьезно, мне больше нравится бурбон Но вискарь у меня целая коллекция дома Мне чертовски приятно Кукурузы то есть больше нравятся? Ну, айкласс То-то ты письку сатаны сосешь постоянно Писька сатаны, да, именно так Она кукурузой воняет жуть Кукушечка Кукушечка Мы просто через какое-то время будем готовить У нас в гриле распаляется, команда джо, кстати Мы будем на ней готовить что, Денис? Курочка Сука Ладно Одна курочка или сколько? Две Две чего? Курочки Хорошо Это хорошая новость А что у нас сегодня с тобой есть, Денис? Джеймсон Во-первых, у нас есть Джеймсон А Джеймсон или Джеймсон? Джеймсон Я говорю Джеймсон Скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь Закономерно ли это то, что начинают подхватывать Пивную тему Ведь мы всегда с тобой говорим о том, что Насколько Ну, многогранен напиток Такой как пиво, да? И что это Мы все время говорим о снобизме, винном и тому подобное И вот виски Подхватывают тему пива Вот для тебя Как тебе кажется? Это норм тема? Это хайп? Это что? Это мода? Он не подхватывает тему пива Что? Он не подхватывает тему пива Да Но при этом Джеймсон Сталт Эдишн Ну, они выдерживаются в бочках из-под там, где выдерживалось пиво Они всего лишь дорабатывают бочки из-под пива Видимо, денег мало Хорошо Нет, я имею в виду, что мы же часто можем видеть сейчас на прилавках магазина Например, того же Салденса, который выдерживается из-под бочек Джеймсона Например, тот же самый Я в каком-то из выпусков говорил уже про круговорот бочек в природе Про то, что это можно делать бесконечно То есть бочки из-под винища таскать в Мексику, где выдерживать текилу Потом везти их делать херес, после херес какой-нибудь вискарь, после вискаря пиво После пива снова везти делать еще что-нибудь Надо же как-то тару оборачивать Тебе нравится вот такая тенденция или нет? Ну, ты еще не пробовал, как и я, ничего из этого Я не знаю Ну, хотя бы в теории, это интересный эксперименс Вообще, для вискарных винокурнь, как правильно называется? Вискарных... Винокурин, все правильно Винокурин, да Итак, что у нас сегодня есть? Во-первых, это Джеймисон Каскмейт Как Денис переводится Каскмейтс? Выдержка в бочке, наверное Выдержанная в бочке, скорее всего, тоже, да Это стаут эдишн, то есть это сделано в бочке Вискарь наставился в бочке, который, видимо, в свое время наставился стаут, правильно? Да Трайная дистилляция Да Джеймисон обошелся нам в две тысячи, по-моему, пятьсот рублей по скидке Так он стоит что-то в районе трех тысяч Что ты смотришь? Ничего Ну и не смотри Нормально не смотри, нормально будет Итак, следующее, что у нас есть, это Гранц Вот, кстати, Гранц, я не знаю, я к виске Гранц отношусь таким образом, что с яблочным соком мне он нравится Чистоганом, вот нут, который оригинальный Гранц, ну, как-то так себе Может быть, чего-то я не понимаю, может быть, что-то я не, опять же, что-то не так идет Но мне чистым он нравится исключительно с... вот, чё? Упер-чистый Прям чистый, без воды, даже без газировки Да Мне кажется, он рисковат очень Но это мое мнение Да Ординарный, нормальный, вполне Красный, который, да, идет? Да Окей А данный экземпляр у нас выдержан в бочках из-под эля Какого? А сейчас тебе скажу, слушай, я на самом деле гуглил, гуглил-муглил Сейчас тебе, пока ты будешь читать и что-то говорить, чтобы... Изенбургского эля какого Вот, по-моему, ты все про... ну, ты уже все почитал, брат Все, ты почитал уже Rich, Smooth and Creamy Blend То есть ты все почитал, да? Все нормально, дальше говори Подожди Потому что сегодня твой выпуск, потому что я про вискарь это... Да это не совсем мой, это просто выпуск про то, что как интегрируется... Вернее, наверное, знаешь, я даже назову это так, что типа виски плюс пиво, деньги на ветер Потому что, ну, мне вот интересно, вот неужели будет какая-то нотка вот эта вот Из-под того же эля, стаута Вот это обошлось в... 2100 рублей Следующий экземпляр Это Глинтфидик Может кто-то называет Глинтфидич? Глинтфидик Глинтфидик IPA То есть он у нас... Вот здесь, конечно, история огромная То есть ребята из Глинтфидик Bells Да, ребята из Глинтфидик Они, значит, брали 9 разных бочек разного IPA Все это выдерживали, смотрели, что лучше Это экспериментальная серия У меня, кстати говоря, в коллекции еще лежит одна экспериментальная... Один экспериментальный вариант Там сразу... Ой, я даже... Ой, ребята, когда будем у меня, я все расскажу об этом Это сингл маут еще Что? Сингл Сингл, да И что? Просто сказал А, ты просто к слову? Разбавить А, ну, молодец, разбавил Вот, и я так понимаю, что они достаточно долго работали над этим делом всем И они пришли к тому, что вот этот IPA был идеален Насколько мне кажется, что все это бесполезно Но надо сказать, что вот эта бутылка стоила 8900 8900 рублей Денис Что скажешь? Сколько можно портвейна купить на эти бабки? Ну, смотря какого Ну, хорошего Хорошего? Пол бутылки Ну, да блядь, ну ты не выебывайся У тебя какой самый дорогой портвейн, только честно? Ну, тысяч... 14, по-моему 14 тысяч бутылка? Да 0,7 Да Ты пробовал ее? Нет Ну, откуда ты знаешь, что он хороший? А ты откуда знаешь, что это хорошо? А я не знаю, я и говорю, что я не знаю Я же об этом иначе, что я не знаю, хорошо это... Чтобы было какое-то понимание, мне очень нравится Бурбон Я его, вот как бы так вот, у меня прям лежит бутылочка Я кайфую Называется Бурбон Маркс энд... Спенсер? Сука, нет Я забываю все время название его Красная такая этикетка Сейчас, 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 сейчас Денис пока что-то скажет Марк энд что-то там Мы даже, кстати говоря, когда ездили в Липецк Если бы еще знал, что... Марк Мейкерс, вот Марк Мейкерс, ребятоньки родные Когда мы будем делать вкусовщину Бурбона Он там будет обязательно, потому что мне он дико нравится Наливай, брат Так вот, и что касается вот... Стой, нет, не нюхай ничего без меня вообще Я про виски Я к тому... Я... Вы так сделаете? Что? Все сделал Я к тому, что очень интересно Есть ли какой-то цимус в этом, да? Цимус, цимус, как там правильно называется Я, например, вижу странную вещь Во-первых, Глинфидик, он, в принципе, да, он есть там разные Он есть и за 3 тысячи, и за 2 тысячи Есть и за... Блин, я уверен, что есть и тысяч, наверное, за миллион рублей есть бутылка У какого-нибудь Чичваркина в магазине, скорее всего Потому что я даже, по-моему, видел всевозможные... Чичваркина? Нет, Чичваркина не видел, но у них в магазине Мы безо льда Температура такая абсолютно спокойная Не холодная То есть вот прям, чтобы насладиться ароматом Стаканы, может быть, не совсем правильные выбраны Но все-таки попробуем У тебя был выбор А, у меня не был выбор, а что ты делаешь? Мою тебе стакан Чаем Ты мой стакан мыл Аромат Ну вот от стаута, может, что-то я... Ну, виски, виски Виски Может быть, во вкусе будет Стаут эдишн, правильно? Джон Джеймисон Бир баррелс Финишн крафт Окей Давай попробуем А что у нас сегодня, кстати, на закупь, Денис? Ты у нас сегодня отвечаешь за нарезку фруктов и сыра Абрикосы, груши, сыр, пармезан А можно кусочек пармезана? Нет Спасибо, Денис День, ну давай объективно Я очень прошу тебя абстрагироваться от того, что ты не любишь вискарь Потому что я тоже, знаешь, не люблю портвей, но приходится пить, когда я у тебя в гостях Да? Да Давай все-таки говорить сегодня с тобой о вкусе Это виски Достаточно мягко и мягко, кстати Такой кремовый, такой и вискарь Кремовый, да, согласен Но Сталта я как-то не знаю, что от Сталта ждать Блин, он очень мягенький, кстати А с чего ты вдруг так виски полюбил? С каких пор? Сейчас Уже, а может быть тут эта мягкости добывается вот этим Сталтом? Я виски полюбил Знаешь, первое, что мне очень сильно понравилось, когда я был в студенчестве, когда это было недоступно и это было очень дорого Когда ты приезжаешь В студенчестве вообще был какой-то виски, насколько я помню, там вообще с ним беда была Не, ну ты свои года сравнишь или мои года? Ты-то там двойкой ищемился, я понял уже это Я к тому, что, ну в плане того, что Что ты делал? Ну, я к тому, что у вас не было такого изобилия, как у нас уже, все равно у нас с тобой разница сколько? Тебе 54 же? Так, давай, продолжай Нет, Денис, ты на самом деле 39, мне 39 Да Ну вот, и могу сказать, что у нас все равно разное поколение, я это понимаю Ну вот, мы с тобой, наверное, как это называется, это через поколение, как вот правильно считается поколение? Нет, это еще не через поколение, мы примерно по поколению в одном, но в разной возрастной этой, как сказать, не группировке, а Ну вот, я тебе скажу так, что В разной возрастной группе Ну да Первый виск, который я попробовал, по-моему, это был Джеймисон Серьезно Мне он дико не понравился, я думаю, что это говнище вообще Я и до сих пор так думаю Я это так думаю именно с точки зрения, наверное, чистоганом, потому что когда ты уже начинаешь более-менее пробовать разные всякие вискарики Ты уже понимаешь, что, слушайте, вот это вот, например, там, Островной, блин, Островной прикольный, мне он нравится Вот это ты еще что-то пробуешь, еще что-то, потом я добрался до бурбонов, и я, на самом деле, больше фанат даже бурбонов, скажу тебе честно И мне очень нравится формат, ну вот Игорь говорит, чистоганом, я могу чистоганом выпить с удовольствием, но мне больше всего нравится Это немножко содовый, чуть-чуть разбавлять, вот буквально чуть-чуть, совсем овощем маленечко, и льда добавить Я знаю, что это неправильно, еще что-то Также этим я могу сказать, что это была столешница, как бы это слэп Кто-то еще слэп Да И, ну, свидетельство было так, что вот я попробовал, и мне было интересно потом пробовать где-то в других местах Потом мы поехали, там, например, да, грубо говоря, в клуб метро, новые ресурсы Я попробовал Чивос первый раз Кстати, я про Чивос хотел сейчас сказать Ну, можно я кое-что скажу, пока ты не скажешь, чтобы просто было, ну, чтобы закончить мысль И ты знаешь, я попробовал, я знаю все твое отношение к Чивосу, я даже знаю, что сейчас скажешь Про отпуск, там, про всю хуйню мира Ну вот Ты знаешь, я Чивос, по-моему, я думаю, блядь, вот это вискарь охуенный, он очень вкусный, он такой, знаешь, насыщенный Вот это вот прям аромат, послевкусие, вот это жжение прикольное А потом я себя поймал на мысль, что, скорее всего, это подсознательно я себе начинаю закладывать информацию, потому что он очень дорого стоит Ну, там, я не самый дорогой Чивос пробовал, там, 15-летний, например, там, или 10-летний, скорее всего И мне после этого очень нравилось приходить в бары и немножко брать чуть-чуть вискарик, буквально 50 грамм, граммулечек, да? Ты выпиваешь, и вот это вот все как бы так интересно Когда уже более взрослая жизнь началась, да, когда ты можешь себе позволить бутылку купить дома, так аккуратненько все Это немножко по-другому происходит, но Так вот, я настолько плохо разбираюсь в виске, что могу тебе сказать, что он мне напоминает Чивос Но он мне напоминает Чивос только потому, что он точно так же практически не требует вот сразу же что-то закусить Запивки? Да Чивос пьется для меня точно так же Его в шарах и можно сидеть в иллюминатор смотреть Когда ты едешь отдыхать, да? Да Вот это тоже, он не требует абсолютно никакой ни запивки, ни закуски И да, потом секунд через пять ты понимаешь, что ну да, лучше бы что-то в рот кинуть Но здесь нет ничего от пива Ну давай так, если ты мне сейчас сказал, что Джеймисон тебе не нравится оригинальный, да, скажем так То вот это все-таки немножко, мне кажется, мягче Потому что я Джеймисон обычно знаю, как выглядит по вкусу, скажем так, да? Вот это очень мягко идет Но от стаута вообще не понимаю прикол Ну это пахнет вискарем, вот просто вискарем и все Ну мягким, таким хорошим вискариком Нет, ты знаешь, вот просто прям... Вот если взять стандартный Джеймисон Может быть в этом весь плюс какой-то, что есть какая-то мягкость от стаута Да нет, бред какой-то Хотя знаешь... Это была бочка, где был стаут Что там должно остаться от стаута? Какая-то копченка, жженка, все Ну смотри, когда мы с тобой покупаем пиво Например, давай салданца возьмем Давай возьмем... Что у нас делалось? У нас делался джоус, делался Ты же когда пробуешь что-то на стаут, например, Russian Imperial Stout, да? Ты же чувствуешь нотки И вот мы недавно... Что мы сейчас пробовали? АКБС, да, мы пробовали? Да Мы же с тобой сразу такие Да, ну бочечкой подтягивает Вот этой кислинкой такой Вот чем-то таким Дубовой Да, дубильными веществами отдает А здесь? Тут нет То есть получается это может Пока вот до сегодняшнего этого самого Это может работать только в одну сторону, да? В какую в одну? Я имею в виду только с точки зрения пива И в пиве использую, а не наоборот Вот стаут версия Слушай, ну это просто очень хороший мягкий вискарь Все Ну а стаута ничего нет? Ничего Окей, хорошо Так, а у тебя с виски какое было знакомство в свое время? Блин Ну было же когда-то, что ты... ну наверняка у тебя... У тебя ж много друзей, много... хорошо, много знакомых Но я не верю, что никто из них не пьет виски У меня все мои знакомые друзья вискарь начали пить уже в достаточно взрослом возрасте Угу В студенчестве точно никто не пил Вот сто процентов После этого... Да черт его знает Да мне уже наверное лет тридцать было, когда я что-то осознанно подошел к этому вискарю Вот реально тебе говорю И тебе просто не зашло прям вот от слова совсем? Хорошо, а что тебе заходило из крепкого? Только водка и самогон получается? Ну самогон то еще не было надо сказать Ну мы крепко особо не пили Только пиво? Ну скорее да И коктейли? Угу Нет, ты сейчас серьезно мне говоришь? Да То есть в 30 лет ты не пил ничего... Вот из этого нет Из этого понятно Я имею в виду вообще... это вот недавно появилось Не, ну вискарь вообще... я почему говорю, что это скорее твой выпуск, потому что вискарь прошел меня вообще на протяжении всей моей жизни Я до сих пор не понимаю его вкуса, цвета и запаха Я не понимаю, что там такое прикольное Вот сейчас ты можешь это понять? Ты понимаешь, что самогон разобрать по вкусу очень сложно, потому что он на самом деле единый А я не говорю, что самогон вкусный Нет, нет, послушай меня Мне чем нравится виски, это тем, что его можно разобрать по вкусу немножко То есть ты можешь такой... вот здесь вот это послевкусие, где-то может быть аромат, где-то вот это вот сейчас сразу у тебя сшибает, где-то резкость, не резкость То есть ты можешь как бы немножко, скажем так, создать свое небольшое описание этому напитку Когда ты пьешь самогон, мне кажется, там два основных принципа Я его не сравниваю с самогоном Да нет, я не об этом, я именно о напитке тебе говорю То есть как алкогольный напиток виски, его можно разобрать по полочкам Если мы возьмем с тобой, например, даже ту же текилу Честно, при всей моей нелюбви к текиле, я ее сейчас полюбил Ну как бы это ни звучало, я действительно, да, я действительно понимаю Что, мягко же, да? Сливочкой Вообще Сливочкой не чувствую Дай, хорошечно Я имею в виду именно вот с этой Я лох, видимо Ну ты-то лох, это да, это я как бы так и думал Нет, если серьезно, Динь, объясни мне, какой крепкий напиток тебе нравится Вот пиво, я понимаю, что тебе нравится разбирать вкус его Я там хотя бы понимаю этот вкус Окей, здесь ты тоже же его можешь понять Ты от меня хочешь добиться Нет, я хочу понять, просто ты просто придираешься или ты действительно просто не понимаешь Нет, я не придираюсь Придираться к нормальному вискарю за большие деньги Ничего мне к нему придираться Это не самый какой-то крутой вискарь на самом деле То есть это, ну вот, самый крутой Вот я пробовал Талискер на самом деле, я тебе скажу так, что я как человек, который люблю виски Талискер для меня отдает носками начальника Только единственное, это не как в пиве, это прям вот реально вот пахнет потом Хотя мне сказали, что не-не-не-не Это ты что, это вообще левел ап, это надо понять Я тебе уже как-то где-то рассказывал, что я даже это виски подарил другу Ну это как фермерские эли и сауры Надо дорасти до запаха прелого сена Именно так Именно так вот это было там Слушай, а я вот, ты знаешь, наверное перепробую даже Немножко переналивай, как говорится И чем дольше он стоит, тем мягче он становится, кстати говоря Давай я обновлю тебя немножко Стоп По поводу вискаря Во-первых, я считаю, что ты его налил, ты его не трогаешь Вот то, что ты сейчас сказал, да, что оно как бы кажется, что немножко какое-то другое даже становится, да? Ты сейчас долил, он снова стал вот тем же самым Потому что ему немножко нужно все-таки подышать, да, в какой-то мере Почему его часто так же, как коньяк, вот так вот делают, да, вот сидят, вот так крутят Я тебе серьезно, я, наверное, наливаю себе бурбона дома Я даже немножко оставляю его Он вот прям вот, когда он Немного теплеет, вот ощущение, что Ароматика абсолютно другая И по вкусу по-другому, и мягче становится И все, давай То есть, я скажу так, что я В этом стал-то не нашел ни капельки То есть, вот какой-то, может быть Мягкость дает какая-то действительно сливочность какая-то Но я ее здесь сильно не чувствую Ну, может быть, я слишком ожидаю чего-то такого, знаешь, слишком яркого, стаутного, да? То, что мы приобрели в стауте пробовать Но я его здесь не получаю Мне кажется, эти ребята даже Мне кажется, эти ребята даже не задумывались над тем, будет после этого послевкусие стаут или нет Мне кажется, они всего лишь это сделали для того, чтобы была Хотя вот, стоп! Я сейчас сделаю глоток Попробуй, слушай, попробуй здесь большой глоток Вот на выдохе ты поймешь, серьезно Сделай большой глоток, я знаю, что будет сложно И выдох И выдох Ну еще А сливочность-то есть Ну и что? Ну такая, может, правда, в стауте Я пытаюсь выцегнить что-то как-то Я тебе пытаюсь сказать, что Эти ребята, судя по всему, даже не заморачиваются над тем, будет после этого какая-то стаутная, сливочная, там, жонка, еще что-то Будет она, не будет им по барабану Им нужно на этикетке написать То есть ты думаешь, что это именно маркетонская тема? Ну все, что я сейчас вижу, да, это так Вот первая бутылка для меня, я вижу, что это ребята сделали ради надписи на этикетке Нет, это вкусно, мне понравилось Я не говорю, что это плохо И Игорь сказал сливочное, мы все почувствовали сливочность Но это сделано еще раз, судя по всему, для того, чтобы люди увидели, опа, в пивных бочках из-под стаута Ну как это сработало на нас, Дима? Давай-ка, ну-ка Как это сработало на нас Почему этот выпуск? И этот эксперимент они продолжать, суть по всему, не будут Почему? Ну не знаю, мне так кажется Ты про Джемисон? Или вообще про всех? Нет История развивается по спирали Так Они это сделали Раз, два, там зашло, статистика упала Стали меньше покупать Они это выведут из оборота На какой-то промежуток времени все об этом забудут Потом снова, опа, появится какая-нибудь новая стилистика пива Там, кислый New England, Vermont, еще что-нибудь, который выдержан в бочках Они такие Ага В пиве-то там хайп есть на этом стиле Давайте-ка мы вот в этих бочках выдержим И Джеймсон Там будет надпись New England, Sour, Passion, L Вот это все Все это было в бочках Да, Imperial Stout Все Будем на них настаивать А как ты относишься вот именно с точки зрения Мне вот Ты так и не ответил Может быть я неправильно задал тебе вопрос Что ты не смог на него ответить Как тебе тема того, что интеграция пошла в обратку теперь Что? Если раньше пивники забирали бочки от Ты имеешь в виду вот этот взаимный отсос, да? Вот теперь вот этот отсос идет с точки зрения Да Больших, на самом деле, игроков рынка Потому что все-таки ты можешь Пивная индустрия, я думаю, сопоставима с фискарной Ну не Блядь, я тебя умоляю Тис, ты хуй не упоришь Нихуя нет Они получают бешеные бабки Я думаю, что вискарные вот эти все ребята, винокурни Они получают бешеные бабки Гораздо большие и несоизмеримые с кивными Можешь еще раз сказать бешеные бабки? Бешеные бабки Отлично Курочка Сейчас пойду курочку ставить Сейчас курочку пойду ставить Вот скажи мне, тебе приятно вот что так происходит? Слушай, это они получают такие бешеные бабки Да, чего же они тогда начали заниматься этим взаимным отсосом с пивными мастерами? А почему нет? Ой, Дениска, родной Ой, ты мой гость сладенький Я тебя сейчас на лопаточки положу Я тебя уверяю Я тебя уверяю Смотри, у тебя есть продукт комбуча И вот сейчас, давай гипотетически представим Так как мы с тобой знаем некоторые пивоварни американские Которые начинают сотрудничать с пивной индустрией Начинают делать коллаборации А это у нас что называется? Не отсос яичка или еще что-то? Я считаю, что просто две индустрии Ну, я условно Я условно Я условно Ну, блядь Пойми меня правильно Я имею в виду, что это просто взаимовыгодные коллаборации Как и это Единственное, что здесь они не пишут, конечно С каким пивом они там коллаборируют Еще что-то Но это же интересный experience Я не знаю, что дальше будет здесь Может быть, это также будет беспонтово Но если это за 9 тысяч рублей будет беспонтово У меня, конечно, большие будут вопросы к этому всему Но с точки зрения вот тебя Ты считаешь, что это тоже вы там будете подсасывать друг у друга? Конечно Ну, хорошо Но вы же при этом сделаете хороший продукт или плохой, ты считаешь? Он найдет своего покупателя Вот Но, значит, может это тоже может найти своего покупателя? Нет Потому что комбуча, которая там делает что-то с пивом Там, скорее всего, будет вкус и того, и другого Там очень сложно понимать Комбуча это кислый продукт? Да А пиво горький А здесь Мы что получаем в связи с этим? В том, что ты будешь от чертова чувствовать и вкус комбучи и вкус пива Так И если мастер, который это сделает, сделает все хорошо Как говорится, хорошо делай, хорошо будешь Что будет? Твою любимую фразу Обожаю Убивал бы, блин Хорошо сиди, хорошо будешь То мы получим продукт, в котором любой человек найдет носки как комбучи, так и пива В этом варианте мы видим, что Вискарь был Вискарь есть Вискарь будет Нет Ну где пиво? Ну что-то сливочное Нет, ну блин, ну ты же там не должен Нет, я думаю, что вот здесь Нет, ты меня хотел на лопатки положить Нет, на лопатки я хотел положить тебя именно тем, что когда я буду пробовать пиво с комбучей, вряд ли я почувствую комбучу Почувствуешь Потому что самое нормальное, на мой взгляд, что можно сделать с комбучей, это саур, потому что там хотя бы это будет как-то оправдывать Да, где можно будет заменить кисломолочные бактерии кислоуксусными от комбучи, но ты почувствуешь именно вкус комбучи Вот я не уверен в этом Ну ты, если почувствуешь кислинку во вкусе, это будет вкус комбучи Окей Комбучи дает кислоту, пиво дает горечь, вот тебе и все А здесь что дало пиво? Сливочность? Нет Ну может быть чуть-чуть и нет, но сливочность на послевкусе, вот на выдохе она есть здесь Давай дальше, Гранц А мы про это все договорили, да? А ты знаешь, я вот честно, я не могу сказать, что я разочарован, это просто как хорошие виски, очень хорошо Как человек, знающий русский язык, наверное, сможет ответить, виски это он или оно? Оно допускает два значения, он или он Ты такой умный, Денис, как будто тебе кто-то подсказывает Блин, ну вот оно опять... Подожди, не нюхай, он должен постоять Давай налей побольше сразу Налей побольше, нормально будет Налей побольше, побольше будет Ну хотя бы так даже если Сейчас Да One moment, please Итак, что по закону... Слушай, ну вот тебе не нравится, вот сейчас вот ты выпил, на самом деле так вот, ну наверно по-хорошему, миллилитров семьдесят Тебе не нравится? Семьдесят? Я думаю там грамм пятьдесят было Ну пятьдесят, хорошо, вот ты не получил удовольствие? Немножко получил, но все-таки это все равно не мой напиток А тебе не кажется, что у тебя... Я не люблю крепкий алкоголь хлебать вот так вот, размеренно там вот, пытаясь сделать вид, что тебе не нужно закусывать и все остальное, вот не мое это, ну не могу я так А вот этот пиздеж фетиш... Что? Так я уже не знаю куда здесь, блять, на коленке что ли ему сесть? Не надо Я по поводу этого, то что русский имперец, мы с тобой говорим, что ты вот это, у камина сидишь, собаки, Панин, вот это все У меня есть верхний предел градусности, Панин вместе с собаками там умок где-то бегает, ползает У меня есть какой-то нижний верхний предел градусности, который мне позволяет с удовольствием относиться к напитку, не используя при этом закуску Либо нет, вот этот у меня предел градусности наступает примерно на двадцати пяти Вот все, что больше двадцати пяти, у меня уже требуется какое-то усилие над собой, чтобы сделать вид, что мне не надо закусывать или запивать А тебе сейчас не кайфово? Вот мы сидим, разговариваем, даже в формате вот таком Да я сижу, бухаю, чего мне не кайфово? Да не бухаю, ну это даже бухать не надо, ну нет, хотя это бухать, кого я обманываю Нет, дело не... Слушай, мне кажется, вот самое беспонтовое сейчас можно было сделать Да, поставить световые приборы Солнце лупит в глаза, нет, свет поставим Ну со светом будет лучше всякое Итак, давай, немножко подышало все-таки оно у нас, да? Думаешь? Немножко, ну это В, Эль, это Эль Это Эльевые бочки Опять же запах очень мягкий, вот у вискаря мне нравится немножко вот это вот такая вот прям, немного оно щиплет нос Вот у Джеймса мне больше запах нравился Он другой, он другой Рисковато, рисковато, очень рисковато И опять же... В зал И опять же я не чувствую что-то Эль Очень мало Да и отеля в смысле отморчают Очень мало Нет, 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 если в прошлом я еще как-то... Ты пытаешься чего-то, да уже в рот ничего не залазит Я говорю, ребят, на самом деле Почему он раньше был с такой бородой Мне кажется, что там было очень много еды И он понял, что она начинает гнить И пришлось что-то с этим делать Нет, вот это, кстати говоря, с точки зрения Гранц Обычный Гранц Ну будешь, блин, мне с тобой даже поговорить-то даже не интересно Ты Гранц-то не пробовал, наверное, ни разу в жизни Не пробовал Ну и что? Меня заставляли пить виски разные нехорошие люди Это кто? Ну вот у нас время от времени Сережа Почему-то вдруг бац, и виски начинает бухать Которого скуку жил он на... Ага А Серега любит-то вискарь? А ты с ним уже говорил, почему ему нравится? Скажем так, он от него не отказывается Это разные вещи, прошу заметить Когда он есть халявный Да Или он тоже иногда приносит? Он приносит Себя Ну он приносит нотку безумия в любую пьянку Это нормально Ну чего? А вот по мне он чуть ли не поинтереснее Джеймисон Да? Мне Джеймисон не больше А по мне просто чуть-чуть мягче Гранц, чем красный Ну он мягенький Он мягче, мягче, мягче Он настолько мягенький Ну не настолько прям настолько Не кайковый, кайковый А вот я не знаю, мне кажется, что вот этот мне больше понравился Ну первый, да Чеймисон Чеймисон согласен, Джеймисон по работе Здесь прям даже как спиртуозные нотки, вот здесь они не чувствовались, а здесь там есть, да? Вот это хочется заесть Да, очень сильно хочется заесть А можно я кока-колу доложу? Да, можно Ха-ха-ха-ха Брат, ну это же наше шоу Ты хочешь с кукой? Нет, я пока воздержусь, но потом, наверное, да Мне очень нравится Виски с сыром, оно классно сочетается Число Я всегда думал, что виски нормально должно сочетаться именно с фруктами Почему? Не знаю А типа баланс какой-то свежести фруктовый? Ну как коньяк хорошо с фруктами сочетается, я думал и виски примерно... Слушай, я не понимаю, коньяк ты не любишь, виски ты не любишь Нет, коньяк почему? Я коньяк время от времени, я его сам покупаю Не пиздел в вашу рожу, что это было на хуй похоже Потому что ты мне сам говорил, что тебе не нравится Ты мне, вот мы с тобой, вот у нас был с тобой выпуск год назад, где ты мне говорил о том, что... Нет, Лёх, ты знаешь, честно говоря, не очень мне нравится И это, я еще и я так говорю, а что же тебе нравится? Ну вкус-то меняются Я за это, я за то, что вкусы меняются, потому что мы можем спокойно говорить о том, что вот тут это... Это... Текила Я думал, что все, хуже текила нет, оказывается текила хорошо Вот, видите, Дениса подействовал вискарик тоже замечательно С точки зрения вкуса, вы знаете, вот мне сложно научиться передавать вкус Вот в пиве как-то это все-таки проще делается Здесь... В пиве ты отчетливо отличаешь все эти вкусовые нюансы, все эти запахи Я не знаю, я, наверное, почитаю и постараюсь просто понять какие-то критерии Но вот если вот с точки зрения обывателя, тем, как я себя считаю в вискарном деле Многие говорят, ну что вы там беретесь-то? Да вообще похуй Что хотим, то тут делаем, блин Мы же на своем канале делаем Если вдруг вы написали этот комментарий Создайте свой канал, и там хуячит, и что хотите вообще Хоть вискарики, хоть что угодно Я вот на нашем зенитском канале, или что хочу, то и показываю И вот с точки зрения дилетантской версии, я скажу так Ароматика у этого абсолютно обычного Гранца Вот честное слово, 2000 рублей он стоит Я его... Но! Но при всем при этом, если Гранц обычный мне нравится больше с яблочным соком Потому что мне тяжело его, ну прям тяжело Вот это было легко С точки зрения... Ну оно не мерзко пахнет Ты знаешь, что самое интересное? Что мне кажется, что вот... Прямо оно мягенько как-то вот все Ну вот этот был интереснее по запаху Нет, для меня это виски Вот он... Был виски, есть виски Он останется виски Здесь почему-то... Здесь почему-то есть вот такой момент Когда вот оно оседает вот здесь И вот это вот немного неприятно Здесь как-то более сглажено все было, на мой взгляд Ну вот честно Ну я тоже самое говорил Слушай! Интересно! А современные дети где бухают? В смысле где? Ну ты знаешь, что вот в нашем детстве Вот я не знаю, как у вас в детстве Там у меня лично Это всегда были подъезды Да? Падики Летом парки Скамейки И вот Сейчас же есть такие понятия Вот молодежные Вписки Вы знаете, что это такое? Да Ну это типа как вписываются в квартиру кому-то Чтобы посидеть и там... Это то, что у вас сейчас дома творится Да, то, что у вас, собственно, дома сейчас творится На самом деле Так вот Мне вот интересно И что? Теперь они будут разборчиво покупать всякие такие... А, не, ну хотя... Кучу гоню-то нет Бред какой-то Водку всё будут все покупать Будут, конечно Куда ни денутся Ты в панике водку пил? Да Чем закусывал? Пивом Нет, а если... Правда, закусь никакой вообще не брали? Да только запитка всю жизнь была Какая закусь? Ты чё, на деньги на это тратить? Ну колбаску брали Вы мажоры были? Ну это Пушкин хули Царская кровь я вижу, да? Нет Пажевский корпус с колбасой бухают Сука Пипец Как далёк он был от народа-то в своё время, а? Так а во что там такого-то? Скинуться типа по 35 рублей на колбасу это проблема? Мы скидывались на водку и пиво, чтобы её смешать, чтобы всем хватило, понимаешь? Денис, 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 Денис Закусывать колбасой у нас дома колбасы не было, они в парадной ей закусывали Денис, Денис, ты тоже, ты слишком сильно не прибедняйся На самом деле слишком сильно не прибедняйся Уж не так уж прям совсем ты плохо живешь, что прям совсем Хорошо, я согласен Но всё при всём при этом Это всё время, брат Да, я в универское время не знал, что такое колбаса Бля, ты прибедняешься Да не, мы её на самом деле не покупали, это во-первых Ну точнее она была, но настолько сомнительного качества, что нахера это надо? Не вкусно? Но, когда ты собираешься со своими знакомыми в подъезде бухнуть, какая нахер колбаса? Колокольчик, в лучшем случае Это шикарно! А то просто вода, которая набрана в ближайшую бутылку из дома из-под крана Не знаю Юпи, Юпи Юпи Ну ладно, хорошо Я всём считаю, что ты прибедняешься Я считаю, что, да, может быть, конечно, чисто в тот момент Нет, ты пойми, это даже не значит, что Лёха выходил во двор, а? Значит, царь во дворце Царь во дворце Бухать идём Нет, естественно, конечно, были моменты, когда мы просто пили водку Санкт-Петербург и закусывали её Они пили водку Санкт-Петербург Самую херовую, на всякий случай Не спирт разведённый Ой, бля Слушай, ну это тоже самое Ой, вот, вот, слушай, давай хотя бы без... Рояль! Рояль! Что, я должен был искать рояль, которого уже нет? Зайчик, ну тогда и не сравнивай Кто колбаской закусывал, а кто рояль Не, ну может быть он красиво жил, откуда я знаю-то это, я его и спрашиваю Я сейчас тебе про это рассказываю Я жила так же, как Денис, я с ним полностью согласна Колбаска это роскошь Хорошо, если четвертинка хлеба была Ну так как я роскошный Алексей, у меня с колбаской всё в порядке было Я говорю, ваши вот эти вот пушкинские, пажевские корпуса до добра ещё никого не доводили Не знаю, я как-то вот не любил никогда запивать Вам наверно там дворянство вместе с пропиской выдают, да? Сука! Ну что там это может быть и есть, да? Не знаю, а мне вот почему-то ощущения такие, знаешь, мы много говорим о студенчестве ещё когда-то Ты в школе же водку не пил в 10-11 класс? Нет Ну вот честно, скажи честно сейчас Да ну какая водка, зачем это надо было? Ты в этом возрасте можешь нахлобучиться с полутора бутылок пива, зачем тебе водка? На хера? Я водку в 10-м классе первый раз попробовал Ну и как тебе опыт? Позитивный был Я уже рассказывал, я так был в Кузьмиче и была поездка в Новгород и я блевал Очень позитивный опыт Зачем в 10-м классе жрать водку, когда можно убраться с полутора бутылок пива? А я после этого не пил до первого курса До встречи со мной, да? Да, да, да Нет, мне, кстати, кстати, идеология водки, мне кажется, что она сама по себе такая, что ты Вот я могу сейчас ошибаться, ты мне сейчас скажешь, ну в то время было всё по-другому, ещё что-то Но мне всегда почему-то фильмы такие как, это, кстати, опять же влияние фильмов, мне кажется Такие как особенности национальной рыбалки, охоты Я же мелкий совсем был когда-то смотрел, да? И когда тебе показывали, да, что... Да, ну, ты что-то путаешь Ну что, что, что? А когда? А что охота и рыбалка, по-моему, это середина двух тысяч Ты ёбнулся, что ли, брат? Ну я тебе сейчас скажу, какой год 90-х Особенность национальной охоты к году в 95-м вышла Разве? Первый фильм, да? Да, конечно, ты что, я мелкий был, смотрел Даже вот рыбалки не охоты, я сейчас тебе скажу Только позже, нет, особенно с национальной охотой ориентировочно 95-й год Год, блин, год я вот не могу никак найти А как год-то посмотреть? Это очень важно, кстати, я сейчас просто... Ты не видишь, ты... Игорь, глянь, пожалуйста, год, если не сложно Так вот, я к чему-то тебе говорю, что вот эта пропаганда алкоголя Незаметная, а ведь там же был product placement от бога Это были пельмени равиола тогда А я тогда смотрю, этот фильм такой типа из серии Ну, равиола, равиола, прикольно, надо попробовать Я, кстати, из-за этого равиола пельмени полюбил, надо заметить Там много рекламы было Да и насрать! То есть, твои теперешние рейтинги вот этих пельменей Все оттуда, это вот все детская травма от особенностей национальной охоты, да? Нет, 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 нет Понятно Нет, я тебе говорю... Да и ТПП, я смотрю, тоже выросла из желания попробовать что-нибудь, но это с чем-нибудь сравнить Нет, я к тому, что я тебе говорю к тому, что с детства, ты же, ну, я смотрю, он реально мелкий был Ну, относительно, там, 14, может, 15 лет И там показывали, как пьют мужики, да? И это же было забавно и интересно, там показывали именно закуску, пельмени, селедочку, еще что-то, да? И вот у меня, наверное, скорее всего, алког... Я понял, кто меня сделал алкоголик? Булдаков Леша А Булдакова не знаю Нет, они пили... Я тебе говорю, и что, скорее всего, Денис, вот сейчас я так к разговору о закусе Что меня подводило к этому всему, вот то, что мы когда-то собирались с ребятами втроем, в четвером, в подъезде Мне хотелось как-то вот... Ненавижу запивать водку, ненавижу запивать самогон, ненавижу запивать что-либо Через затяг Через затяг отлично, но я не курю сейчас айкос Особенно с национальной охоты 95-й год 95-й год? Да А это, значит, дез седьмой рыбалки Да, рыбалки сейчас... Ну, дез седьмой, сказать, там два года прошло, по-моему Особенно с национальной охоты в зимний период это двухтысячный А, даже так Да, а вот сейчас рыбалка, рыбалка это второе, а что зимний период, то ты как третий фильм пошел Ну, да Ну, ладно Так вот, я исключительно в этом смысле говорю, что мне очень нравился формат закуски, вот это все Сырочек, колбаска, наверное, может быть немножко, мы ее брали, ты не пойми Ты, наверное, сейчас себе представил такие, да, у нас там пушкинские дворяне выходят, да? Вот это вот такая колбаса, блин, да? Свора борзых тоже в подъезде Свора борзых тоже в подъезде Да, 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 э-э-э, вот это все, нет В подъезд, знаешь, дворясины и позолочины Выходит Морозов из квартиры, в подъезд там уже жеребята с борзыми, он меховую шапку бобриную такую об землю Давай стопку, и вот это вот все 98-й год 98-й год А подъезд, ты представляешь, что золотые Парадная, какой подъезд? Парадная, парадная, мы же в Питере живем Ковры вот эти вот по ступенькам Кстати сказать, я никогда не, я в Питере был очень много раз, и я никогда Это радует Не, серьезно, я никогда не видел таких подъездов, ой, парадных Я никогда не видел, я просто знаю, что есть аляпистые, очень красивые парадные, да? Когда ты заходишь, ну вот у ребят Нет, у Лены фотографии выложены вот этих вот, да? Парадных, которые вот наши, ну это в концертах То есть вот, ну на моей жизни такого не было красоты, такой честно тебе скажу Хорошо Ну все, давай Хорошо мы умеем скатиться с гранца, выдержанного в элевых бочках до Пушкина и бухловодки в парадной Слушай, я всегда считаю так, что обзоры алкоголя, это очень странная тема Особенно крепкого И я уже не говорю про пиво Я много раз тебе об этом говорил, что формат должен быть такой, что мы должны общаться Потому что Найди мне хоть одного, блять, дебила Извините, если нас тут такой смотрит, может быть я зажрался, я не прав Кто реально Покупает бухло Без разницы, там такое, там пиво Ну пиво, ладно, это другое, пиво вообще не трогаем священными руками Берет и такой, и он на протяжении полутора часов, выпивая бутылку, они говорят только вот об этих нотках Да нет, конечно, это берется все для другого Алкобарт Что? Ты это вырежешь, ладно? А что? Ну он именно этим и занимается? Да нет, нет Что он полтора часа говорит о вкусе Не полтора, но он говорит Но у нас сейчас ролик, три бутылки Нормально все Нажремся Давай попробуем клинфидик на самом деле Денис? Да, Алексей Что, мы продолжаем? Да Ну давай Ой дебил Давай Лы Глинфидик Мне, кстати говоря Что? Брат, брат, да, брат, да Ленин брат, Сережа Подарил на день рождения, глинфидик Да С бокалами По-моему, десятилетний Я его недавно раскупорил Я могу сказать, что очень хорошо Мне очень Ой, какая Ой, какая Господи Брат Я умоляю Я, конечно, понимаю, что это, наверное, все-таки предрассудки Но аккуратнее наливай Вы же, можно? Да я сделал, а ты не умеешь Ребят Я знаю, что вам нравится этот звук Так Так Итак, мы даем подышать Блин, я не чувствую, скорее Ой, этого Я не чувствую IPA Короче, на самом деле, с точки зрения глинфидик и IPA эксперимент номер один, которые сделали они Я читал очень много информации, что ребята действительно Действительно очень долго искали Вкус девять разных бочек Девять И в каждой бочке был разный IPA И вот они нашли один единственный, который прям вообще бомбический, да? Ну, скажи, что я постою? Ну, вот я скажу, что пахнет просто виски Но при этом мягко А ты можешь? Мог еще крупнее нарезать? Мне Так Бля, это как с цедрой Вот так Да, ребята, кстати, многие На самом деле люди Спрашивают, ребята, а что, коктейлей больше не будет? Вернее, не коктейлей, а Коктейлей Да Так вот, они будут Следующая задумка моя есть И Денис ее поддержал Это B-52 B-53 Вот это разновидности, короче, все И второе будет за лето Обязательно сделаем Мачита У меня про махита столько рассказов будет Боже, это Одесса Мама Мммм Хорошешечна была А про вискарь не будет? Да нет, сейчас что-нибудь вспомню Я не готовлюсь никакого выпуска Типа истории нам подготовить Что-то вот вслываю спать, что-то интересное Я рассказываю Давай аромат Виски Очень мягко пахнет В отличии от Гранц Я сейчас пытаюсь сделать умное лицо У меня очень плохо получается Ну а это дорогой вискарь Это понятно сразу Потому что у нее даже вкус такой прям Ну а IP нет Просто хороший вискарь все Да ты че думал А я думал, что что-то же должна быть какая-то фишечка Вернемся к нашему разговору о том Ребята Ребят, я честно скажу Давайте сразу Это 9000 не стоит Вы меня хоть треснете Это отличный Отличнейший вискарь Отличнейший, но Брат, это нейминг называется Это то, о чем я начал тебе говорить То, что ты поддержал в принципе Они даже постеснялись в принципе написать Как эти двое изготовителей Изготовителей То, что это Вискарь шикарный Они-то назвали IPA-эксперимент А у меня вторая бутылочка такая есть Где из разных Ну ладно, ну Ну от IPA здесь ничего нет Ничего Люди купят Любители Оценят Нет, этого этого не учат Знотоки Поставят в коллекцию Но В какое-то время Они прекратят это делать Потом пивовары выдадут на гора Какой-нибудь следующий стиль Сорт Это ограниченная коллекция То есть этого делают очень мало Ты должен понимать Это не делается в этом самом Они сделали вот сейчас Сколько там Они больше не будут это делать Любители, знатоки Разобрали Это как вот Это как хороший пивной крафт Который раскупается еще до того Как он даже в бутылке розлит На него уже есть очередь И она вся выбрана Вот Вся эта лимитированная серия Все эти коллаборации Все остальное Вискарь пошел по пути пива Они не стали коллаборировать Друг с другом Было бы странно Если бы там Глинфидик коллаборировал с Джеймсоном А вообще такое бывает? Нет? Нет, такое не может быть Это бред Это бред Запомните этот пост Как говорится Ну давай И вспомним его через год Я тебя уверяю Они сейчас уже пошли по пути пива Они решили похайпиться на пиве Нет Через год Ты увидишь бутылку Где будет написано Коллаборейшн Глинфидик и Джеймсон Я не уверяю, что это Но какой-нибудь Белс и Скоттиш Что-нибудь Точно отколлаборирует Скоттиш Что-нибудь Они посмотрят Что в пиве это работает Все эти коллаборации Пивных хороших фирм Раскупаются до того Как они еще Разлиты в бутылки Вискарь на это посмотрят Со своего вот этого Трона Вот этого Там где-то С облаков А чем мы хуже Они Привезут одну бочку Другие Привезут другую бочку Там Начнут там Что-то сделать Коллаборация Че нет то Это очень Вкусный Вискарь Поверьте мне Но 9000 он не стоит Чивос Который можно купить За 4500 А с рублей По-моему 20-летний Там еще какой-то Он абсолютно такой же То есть Здесь Ребята Я ни в коем случае Я думаю что Ну вдруг сейчас посмотрят Какие-то профессионалы Скажут Ребята Мы не уловили эти нотки Да их нету Это просто реально Маркетинг На мой взгляд Единственное что Извини перебью тебя Скажу что Оно немножко резковато Но вот здесь Эта резкость Не как в Гранте Она другая Она здесь вот такая Благородная Здесь Это мягко Это хорошо Это прям действительно Вот Если разбавить это Содовый Джеймисон Отлично Вот прямо так мягко заходит Грант Типа из серии Ну не знаю Не мое Вот это Это вкусный вискарь Но он не стоит 9000 рублей Типа из серии Ты такой Вытраханный Просто до нерзи Чувак Который любит Вискаре Коллекционировать Я не такой Я больше по бурбонам Еще раз повторюсь Так вот здесь И кстати сказать Японские Японские виски Вот Мы не будем Я не буду обещать ничего Когда будем ездить Ко мне уже в дом Не хочется покупать Просто это очень дорого Стоит Вот будем делать Эти обзоры у меня По чуть-чуть Вот это все Потому что у меня Действительно Очень большая коллекция Относительно Относительно Дениса коллекция Это хуйня полная А относительно Вискаря Потому что Вискарь все-таки дорогой То там есть На что посмотреть Вот японский вискарь Который там покупался Помнишь Я по скидке купил Я ссался кипятком Что он стоил 6-7 Да А он 3 500 стоил тогда Это лучше чем вот это А вот это Мне кажется что Очень красивая упаковка Очень красиво все сделано Очень достойный Хороший Глинфиди Глинфиди Отличный Шикарный Но Лычка Ира Она же Ипа Оно зря Люди Люди из пивного мира Попробовав это Они ничего Не выцеганят Отсюда От пива Если Тема наоборот Она работает все-таки Да Из мира вискаря Вот это все Да Russian Imperial Stout Stout Всевозможные Да Оно все-таки как-то работает Обратно никак Потому что все-таки Это дистиллят Это убивает Мне кажется Отчасти Те же хмелевые Высокая градусность Да Высокая градусность Я согласен То есть Вот здесь на мой взгляд Это красивая история Вот кстати вот здесь вот Слово красивая история Да А вот теперь я вот продолжу Вот это красивая история Еще раз тебе говорю Запомни мои слова Вот Сто процентов говорю В ближайшее время Год-два Край-три Ты увидишь коллаборацию Ведущих вискарных домов Нет Да Этого не будет 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 Давай поспорим На что Давай на что Только не на денежное Давай на что-то такое Что люди могут увидеть Это все воочию Не желание Не желание Не желание Денис там скажет Такое желание Давай так С твоей стороны Что бы ты хотел Чтоб я сделал Если Ровно год Мы отсчитываем год Два года Они очень закостенелые До них дойдет До них Два года А я через три года Трансгендеры буду делать Вискаре И будет популярно То же самое Не 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 Год Давай год Давай год Ты вообще отрицаешь Что они могут пойти на коллаборацию Вот в чем вся проблема Я боюсь что просто к тому времени Какая-нибудь контора Купит Джеймисон Например и Глинфиддик И такие они Внутри своей семьи скажут Такие А слушайте а почему бы нет А это то же самое Нееет Первая До этого первой Додумалась пивная индустрия Брат Но они ничем не рискуют Пойми Все таки Хорошо Давай Ты бы какое желание Просто может быть у тебя нормальное желание будет Не ненормально Ну давай Что с твоей стороны Я уже придумал Если что Давай говори ты Нет Нет Все зависит от того что ты скажешь Ни хера Отставить торги Давай так Если это не происходит через Не два А давай полтора года Чтобы все А почему не два Ты же уверен что это не произойдет Ну ты изначально говорил в течении года Я просто уверен что это произойдет Ты изначально говорил в течении года Это был первый пар Все давай полтора года Два Полтора это честно Давай не тебе не мне Брат, ни тебе, ни мне. Полтора года. Ладно, хорошо. Полтора года. Если это не происходит, то ты бреешь бороду нахер. Нет, не пойду. Я с собой ничего ради спора делать не буду. Это бред. Ну, я такой... Что с собой? Я же тебе не говорю отрезать член. Но я не хочу брить бороду. Ну, хорошо. Я на это не пойду. Но ты же уверен. Уверен, но я на это не пойду. Да, ну вот это уже неуверенность, я понимаю. Хорошо, ладно. Я говорил про два, ты говоришь про полтора. Видишь, у меня полгода как раз вот ты не уверен. Давай так, я сейчас скажу. Давай два. Ты на два согласишься с таким? Нет. Я с собой ничего делать не буду. Я не дебил. Так что? Ну, на деньги спорить? Это бред, я считаю. На что тогда спорить-то? Что? Ну, на помню, достаешься. Ладно, хорошо. Давай так. Если это происходит, то мы берем крапиву, 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 и один выпуск записываем в состоянии крапивы. А если я выигрываю, мы берем не крапиву, а белые грибы. Да. Мы берем... Да! Всё! Смотри. Давай полтора года. Ладно, полтора. Полтора года. Если вдруг... Получается, в любом случае, выигрыш. Хорошо, ладно. Нет. Нет, давай, давай. Ты за грибы белые, а я за крапиву. Да. Вот. И мы записываем ролик фусовщины под... Я под крапивой, а ты под белыми грибами. Да? Да. Ну, под одним веществом, в смысле, да? Каким веществом? Ну, да, в смысле, да, да, да. Всё, давай, родные. Полтора года. Ребята, засекайте. Это полтора года от счёта... От сегодняшнего дня, да. Сегодня у нас какое число? 25-ое? 25-ое мае 2019 года. Слушай, а мы можем поспорить на... Сейчас переснимем на два месяца. Нет. Это же прикольнее будет. Честно, я даже готов проиграть, если чё. Это же, наверное, забавная хуйня будет. Ну, ладно, хорошо. Давай немножко заключительности какой-то внесём в этот ролик. Тебе придётся очень сильно подрезать весь этот момент спора. Не, я не буду ничего подрезать. Ну, там... Но мы очень долго спорим ни о чём. Ну, ладно, хорошо, я подрежу что-нибудь. Что-нибудь. Или у кого-нибудь. Да, или у кого-нибудь. Надо курдску готовить. Давай так. Сегодня ты полюбил Вискария или нет? Нет. Ну, чуть-чуть хотя бы. Ну, у меня есть огромный, великолепный пример моих поездок на любой отдых в самолёте вместе с Чивосом. Расскажи мне... Ну, и чем это лучше Чивоса? Ну, Глинфидик, это хорошо. Я не разбираюсь на столько Вискаре, чтобы отличать вот эти вот сорта вот непонятно чего. Как ты ездишь отдыхать? Ты любишь, конечно, самолёт? А, можно я скажу кое-что? Да, мне нравится самолёт. Ну, я должен тебе кое-что сказать, когда мы с тобой летели в... А куда мы летели? Нет, мы не через Челябинск летели, мы летели через Уфу. Мне показалось или нет, только скажи честно, не пизди, что ты немножко побаивался лететь. Я не боюсь самолётов. Честное слово? Я понимаю, что, чтобы в самолёте ни случилось, это неизбежно. Зачем волноваться по поводу того, на что ты побалять не сможешь. Мне показалось, что ты очень переживал. Мне кажется, что он у тебя... Я скорее за тебя переживал, блядь. Глядя на твоё вот это вот... Давай расскажем, что в самолёте было. Я смотрю, бог ты мой, ё-моё, Лёшенька, что делать-то будем? Ребят, я честно, я ненавижу летать, я летаю, но это для меня прям вообще каторга. И на самом, самой каторгой была тема с Айкосом. Расскажи, пожалуйста, её. Мы нигде не говорили. Дебил не нашёл ничего лучше, как решить, что Айкос не мониторит с датчиками дыма в самолёте почему-то. Это ж не дым, это, блядь, парк какой-то вот это вот. Выхлоп сатаны, блин. Выхлоп сатаны, окей, хорошо. Пошёл в туалет, всё нормально, смотрю, там какая-то возня в конце самолёта. Оборачиваюсь, стюарды эти, стюардессы, все дела, и Лёша шпала это вот поверхник что-то там объясняет, блядь. Приходит спокойный такой, садится, всё нормально, всё хорошо. В итоге выясняется, что, блин, этот придурок заперся в туалете, начал курить айкос, естественно, сработала пожарная сигнализация, его из этого туалета, я так понимаю, выволокли, сказали, что он мудак. Нет, не сказали, я на самом деле как, я докуривал, я уже выкинул, они такие, вы курите что-то? А у меня уже всё собрано. Я говорю, нет. Он такая, Каня, ничем же не пахнет. так вы здесь, суки, кота ужгли, как вы кота пронесли сюда. И в итоге я сказал, что, с чего вы начинаете, всё нормально. Он говорит, паспорт, срочно паспорт, вас встретят, всё разворачиваем, а нет, разворачиваем самолёт. Я вот так как бы стою, разворачиваем самолёт. Я говорю, мужик, ну что ты гонишь, ну всё нормально же, какие расковаривающие, мы уже на полупути. Я уже как бы в ней хорошо, уже и всё вроде, мы с Денисом уже припитались как бы в аэропорту. Ну вот, и вдруг он говорит, мне нужен ваш паспорт, вас встретят, значит, товарищи полицейские, милицейские, тире, значит, в Уфе, и вы поедете, значит, в эту. На 15 суток, типа того. Ну да, на 15 суток. Ну ладно, хорошо. Мне нужен ваш паспорт. Я понимаю, что типа сказать, тему, что у меня паспорт не с собой, это как бы поменьше мне смешно, потому что как я попал в аэропорт в таком случае. Ну я говорю, ну пойдёмте, у меня там лежит, ну я выдал паспорт, говорю, а не, посадочный билет с паспортом, надо было паспорт, и посадочный билет, я показал, ну хорошо. Ну я еду, и Денис такой говорит, ну вот так. Он такой говорит, да всё нормально. Я говорю, наверное всё нормально, ну чё, съездим быренько в Уфу, там по делам, сразу же как бы, и всё. А я вот честно тебе скажу, я в самолётах летать не люблю. Для меня... Расслабила эта ситуация? Расслабила. Я, на самом деле, вот честно, Денис больше меня напрёкся по поводу меня, даже чем я за себя, потому что он такой, типа, хотя Денис очень быстро отпускает, и уже через 5 минут я уже верю, как он там наш, типа из серии соединяет бабочки с бабочками, кроссфорды, если бы там вдруг были, да, то есть он как бы уже и забыл, что друга сейчас упекут в Уфе, ему как бы уже и на сайт, да ну что, господи, ну один на струицу запишу, как бы, что, две камеры, свет расставлю, как бы, да. Бам-бам, не по-пецки, на обратном пути захвачу его, бедолага. Да-да-да, да и как бы, да и как бы нормально. А у тебя были лютые случаи в этом самом самолёте или нет? Не-а. Вообще ни разу? Бля, у меня были вообще. я однажды в Мурманске боком садился на яйке. Ну там очень большая пара, ну самолёт заходил на посадку, был очень сильный боковой ветер, и я когда смотрел в иллюминатор, вот крыло... Ты землю видел? Да, и посадочная полоса, и вот мы садились буквально, вот практически крылом к полосе. Он в последний момент что-то пилот сделал, мы то ли на одном колесе как-то подвернулись, он уже мордой вот так вот развернулся, лёг на полосу, и вот, ну вот я вот реально садился, вот крылок к полосе вот так вот летело боком. Я это рассказываю, уужаю, сердечко. Вот так вот. Меня сейчас Микарда ебанёт только от одной этой, от одной этой истории. Нет, для меня самолёт, замкнутое пространство я очень как бы люблю, но в самолёте, когда ты находишься наверху, мне спокойно, когда мы взлетаем, и мы с друзьями немножечко закладываем, я такой уже, ты как бы типа... Знаешь, знаешь, о чём я думаю? Погру хоть бухой. Ну знаешь, о чём я думаю в самолёте? Серьёзно, каждый раз, когда я лечу в самолёте, о чём я думаю, когда взлетаем, и подним, и садимся. Я всегда представляю, что сейчас может произойти. Так, крылок, так, здесь он... Я всегда думаю, что может произойти такого необычного, да, как ебанётся самолёт. Вот я, я, я не могу по-другому. Я клянусь, у меня все мысли о том, я всегда думаю, так вот здесь вот так, с другой стороны думаю, ну блин, ну от пилотов же ничего не зависит в нашей жизни. Вообще ничего, пилоты не управляют самолётом. По сути, не, ну по сути, это обслуживающий персонал сейчас, на самом деле, ну это так и есть день. Ну они как бы чисто посадку, наверное, совершают, да, и взлёт, и взлёт. А тогда вообще ничего не зависит. Наташ, ну это так и есть. Честное слово. А посадка и взлёт, это не важно? Это важно, но их всё направляет, это нормально, это технологии, блядь, это хорошо, что так делается. Хорошо, но иногда теряется связь с диспетчером, и всё зависит только от пилота, только от него. И твои навыки в Амфлайт-симулайтер тебя не спасут. А я в Амфлайт-симулайтер, знаете ли, не один час провёл. Обкуриться в туалете, понимаешь, но ты лучше будет делать своё дело. Обкуриться в самолёте, хорошая идея, кстати. Слушай, а если из Амстердама видишь, там есть сувениры в виде травы? Ну это же Амстердам. Крапива, в смысле. Конечно, на русский борт тебя посадят вместе с этой травой. Не надо. Знаешь, когда не надо приезжали мы с Амстердама в Финляндию. У нас же вот такое рейс-то было достаточно странное. Бельгия, а, Шорле, Шорле Руа, по-моему, он называется в Бельгии аэропорт. Мы же там, в Амстердам, все дела. Ну вот. Я вот думал, вот ты приезжаешь в Амстердам, что? Красная батарея. Нормально, сейчас там вторая включится. У тебя нет, да нет. Я включил уже, я всё поставил. Ну вот. Ну ты приезжаешь, вот если вот с этим всем, это можно или нет? Нет. А если ты внутри Голландии летишь? Ну, на внутренних, я думаю, да. То есть можно с собой что-то нести там? Я более чем уверен. То есть, скорее всего, есть Лёха Идиот, голландский, который мог ехать со своим рыжим другом, например, в какую-то тему типа Уфы и пойти покурить анаши, например, да? Да. Бля, когда ты улыбаешься так, мне кажется, что не всё потеряно в этой жизни. Это точно. Ладно, хорошо. Слушайте, ребята, вот такой вот выпуск получился. Не знаю, насколько он объективен. Давай немножко подытожим. Здесь сегодня надо подытожить. Я скажу своё мнение, ты своё, хорошо? Я как человек, который люблю виски, мне сегодняшний выпуск зашёл. Что понравилось очень, это Джеймисон. А с точки зрения такого, знаете, это, знаете, сессионочка. Это сэшн Джеймисон, сэшн виски. На минималочках немножко. Вот это империал виски. Серьёзно, потому что оно на максималках. Вот это гранц, ну, гранц, как гранц. Вот его можно мешать с яблочным соком и будет очень хорошо. С точки зрения маркетинга и истории пива плюс, давайте так, виски плюс пиво, то, скорее всего, наверное, деньги на... Давайте сейчас я объясню, постараюсь, да? Никак здесь, ну, я не знаю, нужно, наверное, чтобы такие сосцы были у вас вот здесь, которые такие типа сразу... О, я здесь чувствую IPA, здесь горечь 30, там ещё что-то. На мой взгляд, всё-таки дистиллят убивает алкоголь, убивает именно вкус самого пива. С точки зрения наоборот, да, Russian Imperial Stout, давайте возьмём, давайте стауты, КБС возьмём, ещё что-то. Оно играет классно. То есть пиво, сука, это вот прям вот у них, в каком-то плане, наверное, такой, да, некий... У них есть многоходовочка, то есть они могут играть, я думаю, что пройдёт ещё какое-то время, я даже не буду с тобой спорить об этом, ещё и вино туда захерачат. Вот серьёзно, сделают такую коллаборацию, в которой стояло вино, они туда сделают пиво, и это будет тоже прикольно. Но вот этот момент, ребят, я считаю, не стоит за это платить деньги. Особенно вот это 9 тысяч стоит. Я чё-то, может, не понимаю, как вискарь хороший, отличный, замечательный, но 9 тысяч рублей, это очень дорого. И вы ничего от пива там не получите. Думаю, что всё это создано для того, чтобы вы такие шли, как любители, ценители пива, такие, ух ты, ничего себе, Stout Edition, ух ты, ничего себе, IPA. Ну вот это, это было очень сложно добыто, я думаю, что вряд ли вы в магазине, даже в обычном, увидите. Это всё-таки, наверное, всё-таки игра со зрителем, на мой взгляд. А девочки купят два Джеймисона. А живь? Нет, Джеймисон хорош. Бесспорно, бесспорно, вообще всё плохо. Давай, давайте рты. Только давай без того, что типа, ума, вот я такой пиздатый, я не люблю вискарь, вот это всё. Тебе сейчас было хорошо, брат, я знаю, я это знаю. Тебе было вкусно и хорошо. Приятного всем случая. Только честно, скажи, без вот этой вот, вот этого, ты сам же не любишь снобизм, ну вот давай без снобизма хотя бы. Я поэтому так и говорю. Я с этого начал, Лёша продолжил, я закончу. Это маркетинговая история. От пива там нет ничего, от пивных бочек там нет ничего, вискарь более-менее, я в нём не разбираюсь, даже говорить не буду. Вот это вот мягонько, вот это плохо, это херово. Вот лично мне. Он резкий, он никакой. Ну блин, это и прикольно. Ладно, говори, договаривай. То, что будут, ребята пошли по пивному пути развития, то есть уже пытаются какие-то эксперименты ставить сами над собой, где же такое видно, чтобы вискарь не выдерживался, кроме как вискарных бочках, там, вот этих вот вискарных домов, всего остального, ну как это, что это мы, вот, ну нет, они себя перебороли и начали что-то выдерживать в бочках из-под других напитков. Это первый шаг к тому, чтобы начать эксперимент. Это то, что делает пиво последние лет 30, начиная с Америки, заканчивая нами сейчас в России. Раз они пошли на первый эксперимент, и раз он продался, а скорее всего это продастся и выпьется, и у них, они поймут, что это покупается, все эти эксперименты покупаются, они пойдут дальше. Они пойдут по пути пива. Я то, что говорил, что будут коллаборации, будут, 100% будут. Вискаря-вискаря? Да. Не будет. Будет. Не будет. Будет на 100%. Купят, купят и съедят. Ты что, представляешь, коллаборацию Green Physic с Джеймсоном не купишь. Это все равно, что ты сделаешь коллаборацию ММД, соответственно, это Камбуча, да, и, например, с Хиллз. Сделаешь коллаборацию? Сейчас на данном этапе нет. Не извини, здесь несколько веков истории, и мы, которым полтора года в обед. Ну, это и дело, что несколько веков истории, и ты дорожишь этой историей, и ты хуй пойдешь на то, чтобы люди заметили другой вискарь, нихуя подону такого не будет. Нет, Дима. Будет. Не согласен. В плане вискаря не согласен, я считаю, что они просто ссутся кипятком. Они будут продаваться. Это не пиво. Они продаются среди той аудитории, которая прекрасно знает о существовании любого вискаря. Окей, ладно, хорошо. Если это будет взаимовыгодно для обоих торговых марок, это будет. Окей, хорошо. Так. Что будет дальше, даже не знаю. То, что они будут там делать виски, как Red Button с красной икрой, но вряд ли, конечно. Я надеюсь. Но какой-нибудь сумасшедший шотландец найдется рано или поздно. Вот рано или поздно найдется придурок, который пойдет по пути Red Button или еще кого-нибудь. Или Лиз Брюгери сделает виски, который будет называться Тасол, он будет с хреном и зеленого цвета. Нет, такого не будет. Это классика. Это как водка. Водка же не будет какой-то другой. И, в общем, Вискарь сделал первый шаг. Куда этот шаг? В пропасть или дальше к сяющим вершинам завоевания господства спиртного рынка? Это непонятно. Но первый шаг сделан. Они начали экспериментировать. И сделал этот шаг не водка. Именно Вискарь. Молодцы. Я вот с точки зрения, ты знаешь, даже этот выпуск делался. Я давно об этом даже на стримах говорю, что мне очень хотелось бы, Вадя, огромный респект тебе, потому что Вадя помог все сделать на самой отчасти, даже не мы с тобой. Я хочу сказать только одно, что вот это... Почему-то у меня в голове всегда крутится то, твоя фраза о том, что в винодельческом искусстве, да, в производстве вина люди очень... Как бы сказать правильно. Да, они не могут экспериментировать. А вот здесь Вискарь пошел, знаешь, на какую-то такую вот... Вот мне кажется, это что-то такое необычное. То осязаемое, то, что они решили пойти... Они решили прощупать, что-то. да, да. Будут брать, не будут брать, что там? То есть они, но все равно они пошли на эксперимент какой-то, да, и это все равно меня это радует. Уже в сторону пива, понимаешь, в чем дело? Если пиво пошло в сторону Вискаря в этом плане, то ребята также пошли. И мне вот это отчасти нравится. Но толка от этого. Единственное, что вот с этой стороны ровно ноль. Ровно вы заплатите только за... Я уверен, что там мучений было немерено в создании вот этого, вот этого, вот этого. Правда? Уверен, что это не то, что там типа они налили Вискаря, такие, ребят, пейте. Там, скорее всего, действительно были бочки разные, они пробовали. Скорее всего, может быть, мы не профессионалы, но вот как человек, который обычный человек, может быть, не особо разбирающийся в виске, и может быть, я не вправе о чем-то говорить, но это вот обычные, хорошие, нормальные виски. Главное, чтобы вино не вступило на эту скользкую дорожку. Да, да, да. Пускай он сидит в своем болоте дальше там. Ну ладно, ладно. Что, заканчиваем? Да. Ребята, родные, с вами был, как всегда, Дениска. Алексейка. И мы хотим сказать, что в следующий выпуск это будет, скорее всего, во-первых, абсент у нас, да, на даче. Он меня куплен, у меня одна бутылочка уже куплена. Потом, что будет еще, это будет бурбон обязательно, я хочу Дениса задрочить эту тему, потому что бурбон, я в бурбоде, в тебе могу о чем-то поговорить, потому что я его понимаю. Третье, что будет точно летом, вот третье, четвертое, это, скорее всего, будет в ближайшее время, это как коктейли, коктейли. Это будет B52, разновидности 3, второе, это будет, как я назвал, Mojito, разные версии, они тоже разные есть. И мы с вами обязательно попробуем и заценим все это дело. Спасибо огромное, что были с нами, если не сложно, если вам понравился данный видеоролик, теперь я знаю, что нас многие смотрят на телевизоре, я по своему статистику, и я знаю, что чтобы на телеке поставить лайк, надо пультиком вот эту вот всю хуйню производить. Ребят, ну от души, ну пальчиком поработайте, ну вы же умеете, ну если у вас жена особенно есть. Пальчик. Вот, с вами был, как всегда, непревзойденный рыжепородый Денис. Уже нормальный такой Алексей. И теория большого пива в рамках кузовщины. Пока-пока, спасибо большое. Если понравилось, вот прям счастливо. Пока-пока.